Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами поговорим о таком танчике как Шерман Лозы или Лозы. Ну все называют Лозы, наверное и я так его буду называть. Обзор на данную машинку я уже делал. Сейчас мне просто интересно, насколько удобно, комфортно и приятно играть на данной машинке и сколько у меня получится на ней нафармить. Вообще фармит ли она? Я сыграю три каточки на данной машине, вот как они получатся, так получатся. Я ничего не буду вырезать, ничего не буду склеивать для того, чтобы получить честный результат, ну и показать вам, сможет ли эта машина в ваших руках приносить вам доход в серебре. Я понимаю, что многие меня сейчас засмеют и забросают меня фекалиями в комментариях по поводу того, что фармить на шестерках это вообще идиотизм. Ребят, я с вами не соглашусь. Не соглашусь по одной простой причине. Потому что иногда получается так, что нафармить серебра получается больше на пятерке, особенно у неподготовленных игроков, у среднестатистических игроков, у новичков. У них получается получать серебра гораздо больше на пятом левеле, чем на восьмом. Да, я понимаю, если вы суперскилловый игрок, если вы уже там кучу лет в танках, если вы знаете наизусть уровень пробития, скорость перезарядки, там я не знаю, уровень приведенной брони на каждой технике, то вам, безусловно, проще отыгрывать бои и, безусловно, проще набивать себе серу в копилку. Но если вы не относитесь к таким игрокам, то вам как раз и есть необходимость знать, а как будет машина играться в ваших руках и что она будет вам давать в виде серебра, если вы играете, я бы сказал, среднячком. Вот Шерман Лозы, чем мне не нравится? Мне он не нравится своей разовой альфой. Маловато данная альфа по ощущениям, хотелось бы больше. Понятное дело, что я сейчас, может быть, кому-то покажется загоняюсь, но, действительно, ребят, накидываешь ты совсем понемногу, время сведения немножечко подкачивает, Ну и, соответственно, удовлетворения от игры маловато. Плюс к тому, Шерман Лозы не сильно живучая машина. Туша у него, как мне кажется, чересчур большая. Пушечка на дальних расстояниях не сильно точная, ну, по крайней мере, в моих руках. Соответственно, наносить большого количества урона за бой, но, я бы сказал, придется постараться для того, чтобы получить, ну, прям, очень хорошие результаты по бою. Поэтому, ребят, машинка, я бы сказал, не для каждого игрока и, однозначно, не для новичка. Позитивом Шермана заключается, ну, позитив Шермана заключается в том, что, как правило, когда он выпадает на продажу, с ним либо дают всяких вкуснях приятных, нормальное количество, либо ценник на него такой, что новички автоматом сразу начинают себе его хотеть. А хотеть начинают не потому, что машина какая-то прям имбовая, хорошая, нагибающая. А по той причине, что ценник такой, который могут себе позволить те, кто кровной голдой рассчитываться будет. Те, которые собирают свою голду исключительно просмотрами видосов, либо выполняя боевые задачи. И понятное дело, что чем дешевле машинка, тем больше возможности ее приобрести, ну, и, соответственно, тем больше желания. А вот нужна она или нет, начинают смотреть более именитых, чем я, обзорщиков. Так, 1900, простите, 600-900, бля-бля, мама моя дорогая, 690 единиц урона, наконец-то выговорил. Что нам это дает по серебру? Сейчас посмотрим, третье место с конца по урону. А по серебрянде, без учета према, 24 тысячи. Согласитесь, за такой плевый бой, ну, довольно-таки неплохое количество серы вам насыпали. Теперь давайте побежим в следующий бой. Посмотрим, что сможем за следующую катку сделать. А я продолжаю с мою мысль. Мысль моя сводится к тому, что машинка, она смотрится глазами человека, который не сильно хорошо играет в танки, когда смотрят видео про хаванных классных игроков, которые, уж тем более, если они делают красивое видео. Как я говорю, снимают там 5-10 дублей, выбирают из них самый классный и его выкладывают на обзор и говорят, что вот так машинка, смотрите, играться будет, вы можете пофармить за каждый бой по 50 тысяч. Ну и потом, очень часто бывает такое, и я на эти грабли наступал, что ты покупаешь машину и в твоих конкретно руках она совсем другая. Напишите в комментариях, кто сталкивался с такой жизненной ситуацией в танках, кто покупал себе машину. Поведясь на красивый обзор на ютюбе, ну а потом разочаровывался, и данная машина припадает пылью, допустим, по сей день, стоя у вас в ангаре, и у вас нет желания на ней выезжать. Так. Я думаю, что надо атаковать. Нас все-таки здесь несколько. Товарищ, даже если он не один, то в любом случае в меньшинстве. Я засветился, надо прятаться. Однозначно прятаться, потому что данная машинка, ну прям не терпит того, чтобы по ней стреляли. Очень, очень повезло сейчас. Прям вот до ужаса повезло. Мы еще и смогли помочь нашим союзникам, это уже приятно. Минуснули ствол. Хоть что-то хорошее для боя уже сделали. Нет пробития. Так. Броня не пробита. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зато он сейчас меня будет пробивать, ну просто-таки на ура. Да, не сделал я последний шот, но как есть, так есть. Как я уже говорил, вырезать ничего не собираюсь. Пока бой продолжается, давайте посмотрим на тушку. Как вы видите, смотрите, пробивается верхний бронелист. Пробиваются борта, это понятно. Ну и сами понимаете, что если верхний бронелист у вас прошивается, и он у вас занимает в прямой проекции преобладающую площадь в вашей технике, но, соответственно, вас и выцеливать особо не сложно. По башне, да, по башне там есть вопросы по броне, там действительно есть места, в которые не пробивают, есть рикошеты, есть рандомные рикошеты, но в основном, ребят, шерман как бы шьется, и это ни для кого не новинка. Итак, ребят, смотрим окончание боя, выходим, смотрим обязательно на результаты, закатываемся в третью каточку, и по результатам трех каток будем считать, сколько суммарно серы вы сможете заработать на шермане лозы. Что у нас по результатам? Особо много, мне кажется, альфы я не накосил. Ну да, 883. Один фраг, знак классности третьей степени. Я так понимаю, что машинка не сильно популярная. Итак, давайте будем смотреть по результатам команды сначала. По урону мы опять среднячком, и за этот среднячок мы получаем с вами, без учета према, 22,5 тысячи. Смотрите, я округлю до 23 по одной простой причине, потому что от 24 я уже отнимал, если я правильно помню. Итак, запрыгиваем в третью каточку, и посмотрим по результатам третьей катки, что мы заработаем, и, соответственно, посмотрим, что мы получим в виде среднего количества серебра, которое вы можете зарабатывать на данной машине. Но пока, по крайней мере, как для шестого уровня, меня лично все устраивает. Для шестерки, согласитесь, за вот такие бои с таким количеством урона, ну я не могу сказать, что она не фармит. Машина вполне таки нормально себя показывает по вывозимому серебру. Безусловно, это не 60, это не 80 тысяч серы за один бой, который вы можете сделать на восьмом уровне, если вы хорошо играете и взяли себе хорошо фармящий, классный прем танчик восьмого уровня в руки. Но что касается шестого уровня, как для шестого, не знаю, я лично считаю, что вполне нормальная цифра. Если вы со мной не согласны, обоснуйте, только обоснуйте это не тем, что вот на десятке можно вывезти 120 косарей. Обоснуйте это другим примером шестого уровня, на котором можно вывозить серы больше, но только без учета премиум аккаунтов, без учета установленных бустеров, которые повышают количество серы вывозимой за бой и так далее. Вот чистоганом. Я думаю, что ребятам, которые подыскивают себе бюджетную машинку для фарма, ваш комментарий, ну, крайне будет полезен, потому что очень сложно определиться с тем, какую машину брать себе в ангар для таких целей, но и, соответственно, не хочется растратить свою кровную голду, как я говорю, на какую-нибудь фуфляндию, чтобы потом расстраиваться и понимать, что она не приносит того результата, конкретно в их руках, на который они рассчитывали. Итак. Сейчас немножечко попадаемся. Доберу, не доберу? Нет, мне кажется, что альфы мне явно не хватит. Нет, хватило. Я удивлен. То ли его еще кто-то подшотнул вместе со мной, то ли я очень везучий товарищ. Чито, давай, вылазь, получи и назад прячься. Теперь давай еще раз. Вылазь, получи и назад... А, ты не можешь назад спрятаться, потому что ты стоишь на гусле. Такое тоже бывает. Жаль, не получилось сейчас братка загуслить. Не, ну это так. Я уже прям совсем думал, что уж коль фартит, так хоть в казино иди. Но вышло не так, как хотелось. Добрали. Я не знаю, насколько я правильно сделал, что сейчас включил адреналинчик, чтобы быстрее перезарядиться, потому что слил серы в виде стоимости этой приятной услуги. Надеялся добрать сушку. Тут уже жадность взыграла. Ну, потратился, да и потратился. 2290 урона. Знак классности второй степени. Два фрага. В нашей команде по урону я занял первое место. И это очень приятно, согласитесь. Бой оказался абсолютно не тяжелым, но почему-то я решил выбежать раньше, чем посмотреть на результаты по сере. Итак, что касается серебра. Смотрите. Шестой уровень, напомню, ребят, не восьмой. Без учета премиум аккаунта 52 653, значит 53 тысячи мы получили чистоганом. И это, ребят, без учета премиум аккаунта, это без учета установленных бустеров и так далее. Таким образом, по моим подсчетам, чистыми, без учета всех вот этих дополнительных плюшек, Шерман вывез за три катки ровно 100 тысяч серы. 100 тысяч серы, это в средняком по 33 тысячи серебра. И давайте будем говорить откровенно, как для танчика шестого уровня, с его уровнем живучести, я бы сказал, что это очень приятно. Ну, прям совсем-совсем приятный фарм для машины шестого уровня. И поэтому, ребят, я могу, ну, скажем так, со всей ответственностью заявлять, что данная машина, она способна привносить вам доход серебром на шестом уровне, если вы начинающий игрок. Просто привыкните не помирать в начале боя. Поддержитесь подольше, накосите как можно больше урона, нанесите, но и, соответственно, накосив как можно больше нанесенного урона, вы получите максимальный результат по сере. Ребят, те, кто со мной не согласен, пожалуйста, не пишите в комментариях и не сравнивайте шестой уровень с восьмерками, уж тем более с десятками, и уж тем более с теми танками, у которых выше доходность. Уровень доходности, кстати, ребят, не всегда связан напрямую с количеством серы, которую вы будете вывозить. Танк может быть менее играбельным, но иметь больший коэффициент фарма. Возьмите, я не знаю, но того же Конора Гневного, который прям вообще неживучий. Количество побед на этой машине, ну, я бы сказал, низковатое, да? Зато коэффициент фарма у него наивысший в игре, если я не ошибаюсь. Поэтому, ребят, сравнивайте, ну, по крайней мере, объективно похожие между собой танки, и после этого пишите комментарии. Я вам безумно буду благодарен, а также будут безумно благодарны ребята, которые подыскивают себе танчик для фарма. На данный момент у меня все. Это был абсолютно честный обзор того, как фармит Шерман Лозы. И возвращайтесь на мой канал не подписаны, подписывайтесь по желтому шильнику в правом нижнем углу, ставьте колокольчики и не пропускайте выходы новых видео. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин